Привет, меня зовут Кирилл. Я рад сообщить, что появился новый канал о футболе и не только. Там я буду рассказывать о последних новостях, составлять даже не топы, а овертопы и делать много чего другого интересного. Переходи на мой канал, подписывайся, не пожалеешь. Весна, 1990 год. Почти 45 тысяч человек, взявшись за руки, встали в живую цепь от Белого дома на Тукаева до промышленной зоны на севере Уфы. Прямо до химпрома. Молчаливый протест продолжался около часа. Тогда во главе Башкирской БАЭС СССР председателем Совета Министров был Марат Миргазямов. Мало кто знает, что в тот год была не одна история с фенолом. Это была череда событий. Знаменитый разлив ядовитого вещества в Шугуровку произошел в апреле. Тогда же были митинги. Позже, в августе того же года, в город встряхнули шесть взрывов подряд на заводе Синтоспирт. С вами «Военная техника-2» и мы вновь вспоминаем трагические события прошлых лет и отвечаем на главный вопрос о том, как это было на самом деле. Фенольно-диоксиновая катастрофия. Ровно год. Информировала газета 3 апреля 1991 года. Март и апрель 90-го года запомнились гражданам тем, что тогда началось для каждого освоение экологической и фенольно-диоксиновой грамоты. Тогда люди, острее ощутили тревогу за свое здоровье, осознали, в какой клубок завязаны проблемы Уфы – нефтехимического, промышленного и автомобильного мегаполиса. С того страшного года прошло уже 28 лет. В конце апреля вода в водопроводе уфимцев стала непригодной для питья. Тогда был создан Объединенный комитет общественных организаций ОКОО. Во главе с доктором химических наук, профессором специалистом в области органической химии и прикладной экологии Марцем Сафаровым. Именно этот комитет был необходим, чтобы разгрести последствия фенольной аварии. Тогда нужно было, чтобы люди не молчали. Нужно было выбить из правительства СССР постановление об улучшении экологии города Уфы. В конце апреля 1990 года вода в кранах уфимцев стала непригодной для питья. Она имела запах и вкус фенола. Как это случилось? На заводе Химпром использовали фенол для получения гербицидов. Его получали на синтеспирте. Эти два завода находятся в 3-4 километрах друг от друга по Бирскому тракту вдоль реки Шугуровки. На Химпроме тогда затеяли ремонт. Во время ремонта линии, по которым качали фенол, от синтеспирта к Химпрому отсоединили от емкостей. А вот после ремонта соединить забыли. Как обычно, дали синтеспирту команду качать фенол. И все. Прелось наружу. Когда это обнаружили, аварийную закачку сразу остановили. Нужно было ликвидировать последствия. Это удалось сделать только частично. Потому что фенол застывает даже при небольших плюсовых температурах и очень напоминает талый снег. Практически снег и фенол неотличимы друг от друга. Весной то, что не убрали, растаяло. Попало в ливневую канализацию. Затем в реку Шугуровка. А из Шугуровки в Уфинку. А там до южного водозабора 10 километров. Фенол очень скоро добрался до южного водозабора. Который обеспечивает больше половины города. Система водоснабжения Уфы закольцована. Именно по той причине весь город почувствовал резкое изменение к качеству воды. Ее нельзя было употреблять. Фенол это ядовитое вещество. Его содержание в воде не должно было повышать одну тысячную миллиграмма в одном литре. У нас же концентрация оказалась тридцать две тысячных миллиграмма в одном литре. Тогда люди стали страшно возмущаться. Началась череда митингов и протестов. В апреле было два многотысячных митинга на Советской площади. Потом 1 мая перед дворцом Арджоникидзе. Затем была забита людьми вся площадь перед русским драматическим театром. Людей возмущало то, что власти ничего не предпринимают. Но тут трудно кого-то обвинять. Так как быстро что-то сделать уже не получилось. В воду уже попал фенол. А от него избавиться мгновенно невозможно. Настало общественное возмущение. Потом восстали учащиеся медицинского, педагогического и авиационного университетов. Около двух тысяч студентов старым маршем пошли от своих вузов к памятнику Ленина на горсовете. Дальше власти закрыли водопровод. Начали завозить воду с цирнами. И весь город вышел на улицу запасаться водой. Когда встал вопрос, как нам действовать дальше, предложили организовать живую цепочку от химпрома до Белого дома. Дело в том, что это был кошмар для властей. По подсчетам на улицу вышло 40-45 тысяч человек. Люди вышли на улицу и встали на дороге по осевой линии, чтобы не мешать транспорту. Это было жуткое зрелище. Это все делалось, чтобы правительство СССР приняло постановление об улучшении экологии. А так как оно все не принимало, мы нагнетали общественную активность. Цепочка стала одним из последних событий в волне возмущения. 2 июня постановление правительства номер 556 об улучшении экологии городов Уфы и Благовещенского было принято. Сейчас эти пункты не соблюдаются. В начале мая был создан Объединенный Комитет Общественных Организаций ОКОО. Туда вошли профсоюзы, комсомол, национальные объединения, ФТОЦ и Урал. Анархисты. Но это еще не все. В августе 1990 года взорвался один из цехов по производству фенола на сетеспирте. Его потом так и не восстановили. Взрыв был страшной силы. Цех закрыли. Пожарные пострадали. Это показало, что промышленная зона Уфы влияет на качество воды. Известно, что в период с 29 мая по 15 апреля с подозрением на отравление в больницу поступило 461 человек. А в поликлинику за помощью обратилось 1800 человек. Однако в ВОЗ и уфимском НИИ гигиены и ПОВ заболеваний не считают, что все диагнозы отравления были верно поставлены. Во-первых, ряд симптомов отравления одинаков для всех. У отравления фенолом нет специфического симптома. А во-вторых, сыграл эффект массовости. Тогда население активно призывали по радио, телевидению и со страниц газет обращаться в поликлиники при малейших признаках отравления. В качестве компенсации даже обещали материальную помощь. Явочный характер обращения в поликлинике определялся также неопределенностью реальной обстановки и искусственно нагнетаемым страхом. Неблагоприятных, отдаленных результатов воздействия загрязненной среды, говорится в заключении. Хочется верить в то, что фенольная весна в Уфе никогда больше не повторится. Потому что и события почти четвертьвековой давности до сих пор больно отзываются в людском памяти. Сейчас на Уфимском водопроводе действительно стоит самое современное оборудование, которое мгновенно защищет любое превышение ПДК. Но председатель Союза экологов Республики Башкортостан Александр Веселов считает, что уфимцы по-прежнему живут на парковой бочке. Он напоминает, что в промзоне Уфы до сих пор есть огромные залежи нефтешлама, в том числе и на химпроме. Напомним, ведутся разговоры о будущей санации химпрома. «Есть проблемный 41-й цех, есть огромное количество нефтешлама. Все это постепенно накапливается в почве. Это бомба замедленного действия», — говорит Александр Веселов. С того времени выросло уже целое поколение фенольных уфимских детей. И наверняка у каждого из этих людей был повод пожаловаться на свое здоровье. А с вами была «Война техника-2». Всего вам доброго. Не забудьте подписаться. Увидимся в следующем выпуске на канале. Субтитры создавал DimaTorzok